Ученые считают ортонектит очень загадочными существами. Почему? В чем же их загадочность? Ведь они, по сути, всего лишь паразиты. Правда, паразиты необычные. Они живут внутри морских беспозвоночных животных. Давайте попробуем разобраться, что же необычного нашли ученые в этих созданиях. Октонектиды живут в тканях или внутренних органах хозяина, какого-нибудь животного или растения. Поэтому такие создания называют эндопаразитами. Греческое слово эндопаразит состоит из двух слов. Эти слова переводятся как ткань и нахлебник . В число хозяев ортонектид входят ресничные черви, немертины, полихеты, афиуры, асцидии, двустворчатые и брюхоногие моллюски. Длина тела взрослых ортонектид не превышает одного миллиметра. Как видим, это очень маленькие существа. Научное название ортонектида означает плавающий по прямой. Впервые эти паразиты были открыты в конце 19 века. Самая первая находка была сделана еще в 1868 году внутри вот этого червя, который называется ветвисто-кишечная турбилярия. Позднее ортонектиды были обнаружены в немертинах и афиурах. Французский зоолог Альф Реншиар, который изучал немертин, нашел в них образцы ортонектид. Он придал новой группе организмов ранг класса. Из-за того, что они плавали без вращения вокруг своей оси, он назвал их ортонектидами, то есть плавающими по прямой. Но дальнейшие наблюдения показали, что при плавании эти паразиты все-таки вращаются против часовой стрелки. Они только плавают по прямой. Со временем они были обнаружены в многощетинковых червях, двустворчатых и брюхоногих моллюсках, а также других беспозвоночных. На сегодняшний день известно уже около 30 видов. Их объединили в 5 родов и 2 семейства. У всех этих созданий довольно сложный жизненный цикл, который до конца так и не изучен. Хотя в изучении ортонектид биологи продвинулись уже очень далеко, но загадок в их биологии осталось еще очень и очень много. Довольно долгое время ученые считали их примитивными паразитическими животными. Однако в ходе многолетних исследований российский ученый Георгий Слюсарев опроверг эти представления. Он сделал три важных открытия. Оказалось, что у ортонектид есть настоящая мышечная система. Многоклеточный рецептор, своего рода орган чувств, а также образование, похожее на нервный узел. Рассмотрим эти три открытия чуть-чуть подробнее. Но сперва поговорим об особенностях личинок этих паразитов. Как уже было отмечено, их жизненный цикл довольно сложный. Личинка, которая плавает при помощи ресничек, находит подходящее животное, проникает в него и превращается в многоядерное, но не поделенное на клетки, бесформенное образование. Это образование ученые назвали плазмодий. Внутри плазмодия образуются особи полового поколения, самцы и самки. Они выходят из тела хозяина и, немного поплавав в воде, спариваются. Из отплодотворенных яиц прямо в теле самки развиваются личинки, которые затем выбираются из материнского организма и отправляются на поиски нового хозяина. Эти свободно живущие стадии жизненного цикла, половые особи и личинки, находясь во внешней среде, не питаются. Итак, получается вот такой жизненный цикл. Личинка, плазмодий, половые особи и личинка. К числу самых важных открытий, которые сделал Георгий Слюсарев, относится обнаружение у половых особей ортонектит, у самцов и самок, настоящей мышечной системы. Она состоит из кольцевых и продольных мышц. Раньше ученые считали, что у органектит нет мышц, а это как раз и рассматривалось как одно из доказательств их примитивности. Другим важным открытием ученого было то, что у самок ортонектит на переднем конце тела находится рецептор, своего рода чувствительный орган. Этот орган состоит из трех плотно прилегающих друг к другу клеток причудливой формы. Отростки этих клеток спереди образуют структуру, напоминающую бокал. На внутренних стенках бокала расположены реснички, которые собраны в компактный пучок. Ученый предположил, что этот рецептор выполняет светочувствительную функцию. Если у ортонектит есть мышечная система и светочувствительный рецептор, то это позволяет предположить, что у них должна быть также и нервная система. Ведь науке пока неизвестны организмы, которые имеют мышцы и рецепторы, но при этом не имеют нервную систему. По мнению Георгия Слюсарева, у ортонектит действительно есть нервная система. Ученый отмечает, что на переднем конце тела половых особей есть группа мелких клеток, которые нельзя отнести ни к эпителиальным, ни к мышечным, ни к половым. Эти клетки снабжены отростками, контакты между которыми являются типичными синапсами. Вся структура очень похожа на устроенный нервный узел. Но самой загадочной остается совершенно непонятная природа одной из стадий жизненного цикла ортонектит – плазмодия. Согласно традиционной точке зрения, плазмодий – это паразитирующая стадия жизненного цикла ортонектит. Но не все ученые согласны с этим. Было сделано еще одно важное открытие. Оказалось, что плазмодий может размножаться почкованием. Таким образом, жизненный цикл ортонектит включает чередование целых трех способов размножения. Первый – это половое, когда личинки развиваются из оплодотворенных яиц в теле самки. Второй способ – это бесполое, то есть почкование плазмодия, который образовался из проникшей в тело хозяина личинки. Третий способ – это партеногенез. При нем развитие половых особей происходит не от самого плазмодия, а только из его генеративных клеток. По мнению Слюсарева, эти клетки можно рассматривать как партеногенетические яйца, то есть не нуждающиеся в оплодотворении. Для того, чтобы окончательно определить место ортонектит в системе животного царства, ученые хотят прочесть полный геном некоторых представителей этой группы и этим уже занимаются. Вероятно, будущие исследования этих паразитов и последующие за ними открытия раскроют еще очень много загадок, которые скрывают эти создания. А может быть ортонектиты и не являются паразитами? Как вы думаете?